Здравствуйте, уважаемые читатели! В этом году свой 55-летний юбилей отмечает книга Евгения Степановича Каковина «Ученик тигробоя». В сборник вошли короткие рассказы об отважных и трудолюбивых советских людях, а также повесть-сказка «День даг». Сегодня городская детская библиотека имени Евгения Каковина предлагает вам послушать историю о мужественном ученике тигробоя Николае Мальгине. Ученик тигробоя. В одной из род Эдского полка бережно хранится железная доска. В центре доски три отверстия, три пробоины от бронебойных пуль. Об этой доске я вспомнил недавно в Москве. Жил я в гостинице. Однажды, когда я вернулся к себе в комнату и еще не успел снять пальто, в дверь постучали. «Пожалуйста!» – крикнул я. В комнату вошел офицер с погонами подполковника. Он приложил руку к фуражке, но ничего не сказал. Глаза его смеялись, и было видно, что он меня знает, но я его вспомнить не мог. «Проходите, пожалуйста!» – предложил я. Тогда подполковник протянул руку и сказал. «Да, времени много прошло. Не помните? А старую книжку о тигровое помните?» Он улыбнулся. И эта улыбка и особенно напоминание о книге заставили меня все вспомнить. Зато я не могу сейчас точно сказать, что мы делали в ту первую минуту, когда я узнал в подполковнике бывшего рядового запасного полка Николая Мальгина. Кажется, мы обнимались, помогали друг другу раздеваться, расспрашивали, удивлялись и радовались встрече. Над тремя рядами орденских планов на груди Николая Владимировича поблескивала золотая звездочка героя. В то время, почти 25 лет назад, я служил в окружной военной газете. Мне часто приходилось бывать в полку, куда рядовым бойцом пришел молоденький Николай Мальгин. Был он застенчив и ничем не отличался от других бойцов. Вечерами Николай доставал из своего мешка старую-престарую книжку, у которой уже ни один листок не держался в переплете, и начинал ее читать. Однажды я взял у Мальгина эту книгу. Заглавного листа у нее не было, и потому узнать автора и название оказалось невозможно. Тогда я на удачу раскрыл страницу и прочитал. Отважный тигровой прицелился и выстрелил. Хищный зверь высоко подпрыгнул и замертво упал на землю. Сразу же вспомнилось детство. Майн Лид, Бустер Эмар, Фенимор Купер. Интересно? Спросил я у Мальгина. Очень, ответил он. Я ее, наверное, десятый раз читаю. Про охотника. Смелый был и стрелял метко. Вот таким бы стать. Я ведь тоже охотник. Только в наших местах тигры не водятся. Даже медведи теперь редкость. Одни зайцы, ну и птица разная. Зачисленный в противотанковую роту Николай Мальгин вместе с товарищами стал учиться военному делу. С саперной лопатой он рыл траншеи, окопы и ячейки, возводил брустверы, попластунски ползал по земле, укрываясь с околниками, буграми и кустиками. Навстречу бойцам двигался учебный макет танка. Николай выбирал уязвимое место танка и прицеливался. Учился он прилежно, но скучал и не скрывал этого. Он ждал отправки на фронт. В эти дни на фронте наши войска повели решительное наступление на фашистов. Вроде теперь хорошо знали Мальгина, который был удивительно молчалим, но ловко справлялся с противотанковым ружьем и забивал в мишень пули, словно гвозди. Точно и уверенно. Последний раз на проверке бронебойщик Мальгин стрелял с обычным спокойствием. Железная доска была укреплена на макете танка. Танк полз на бойца. Три выстрела, три бронебойных пули, три пробоины в центре железной доски. Той доски, о которой я упоминал в начале рассказа и которая до сих пор хранится в роте Эннского полка. Вечером после стрельб я увидал Николая Мальгина, читающего маленькую книжечку. «Опять про тигробоя?» – спросил я, хотя видел, что Мальгин читал не старую книжку, а новенькую брошюру. «Точно, про тигробоя!» «А вернее, про тигробоя!» – улыбнувшись, ответил Николай Мальгин. Ответ был неожиданным. «Читаю, как наши бронебойщики тигров фашистских уничтожают. Тигры – это танки у них такие, а наши их бьют, как настоящие тигробои. Вот таким бы стать!» «А про густого Эмара забыл?» – спросил я весело. Мальгин махнул рукой. «Далеко тому тигробою до наших!» Николай Мальгин вскоре уехал на фронт в составе маршевой роты. Я провожал уезжающих бойцов. «Ну, Николай, ждем весточку для газеты. Не забывайте об учебе у тигробоев!» «Не забуду!» «Будьте спокойны!» – сказал Мальгин. «Счастливо оставаться!» Длительное время мы ничего не слышали о Николае Мальгине. И вот пришло письмо с фронта от заместителя командира полка. «В вашей части служил отличный воин-броневойщик Николай Владимирович Мальгин», – писал майор. «Когда фашисты атаковали наш полк, переправившийся на правый берег Днепра, Мальгин проявил изумительное мужество. До 20 фашистских танков рванулись на наши позиции. Гитлеровцы хотели раздавить, сбросить советских воинов назад, в Днепр». Николай Мальгин, находясь впереди подразделения, тремя выстрелами подбил три немецких танка. Четвертый тигр смял его позицию. Но когда машина проскочила дальше, пуля чудом спасшегося броневойщика остановила ее. И все это благодаря умению и стойкости отважного воина Николая Мальгина. Еще два выстрела успел сделать герой, и еще два танка остались на поле боя. Контратака была отбита. Вчера мы проводили Николая Мальгина в Москву. Он поехал, чтобы получить высокую награду – медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Через несколько дней я получил письмо. Оно было из Москвы, от Мальгина. Он просил передать привет редакции и в конце письма, между прочим, написал. «Помните старую книжку о тигробоях? Она родила во мне мечту о смелости, о меткой стрельбе. Но научился я этому у наших бронебойщиков, у советских тигробоев». Мы поужинали с Николаем Владимировичем и разговаривали до полуночи. «А где теперь так, Мишка, старая, о тигробоях?» – спросил я. «Потерялась?» «Потерялась», – подтвердил подполковник и усмехнулся. «Может быть, солдаты раскурили?» Я посмотрел на Николая Владимировича, на его звезду и подумал. Вот о каких тигробоях надо теперь писать книги. Тигробоях